Итак, мы завершаем сегодня цикл лекций, посвященных творчеству и эстетическим взглядам Рэма Колхаса. И сегодня мне бы хотелось отвести целую лекцию на анализ всего одной единственной постройки. И мне кажется, что обращение к тем решениям, которые применяет Колхас, они могут научить каждого, причем не только человека, каким-то образом связанного с архитектурой, но даже человека, который никак не связан с искусством. Ну, потому что на самом деле совершенно уникальный подход реализует Колхас в этой постройке, в принципе. И так как наша точка зрения, точка зрения нашей дисциплины философско-эстетическая, то, в общем-то, мы сможем выйти на достаточно большой и глубокий уровень обобщения. И материал, который, если вы не буду давать, повторюсь, может быть применен в вашей реальной практике, чем бы вы не занимались. Несмотря на достаточно претенциозное название, и обозначить сегодняшнюю лекцию «Дома музыки в Порту» метафизика формы, речь на самом деле пойдет о вещах, как мне кажется, достаточно простых и, надеюсь, понятных. Вот, собственно, тот проект, о котором мы сегодня будем говорить. Это здание «Дома музыки» в Порту, Португалия, постройки 2001-2005-го года. Дело в том, что... Расскажу небольшую предысторию появления этого здания в таком, казалось бы, несколько необычном месте. Дело в том, что в 2001 году Порту выбрали европейское культурное столице. Естественно, выделились необходимые средства для вливания в развитие культурной жизни этого португальского города. И было решено строить «Дом музыки» по меркам нашей страны, на заводской зданиях филармонии. Вот. И был объявлен конкурс. Участвовали пять архитектурных бюро, и проект выиграл архитектурное бюро «Колхаса». Причем, как мне кажется, это неудивительно, потому что ровно за год до этого «Колхас» получает предкирусскую бюро. Это высшая награда в области архитектуры. Так что, в общем-то, его кандидатура здесь оказалась очевидной. Понятно, что один человек не может полностью сдвигнуть от начала и до конца здания, особенно, когда речь идет о 20-21 веке. И, естественно, подключались и другие крупные фирмы. Но я буду анализировать именно эту построю. То есть не будем вдаваться в детали, какой элемент декора предложил какой-то другой человек или какое-то другое дизайнерское бюро. Сам «Колхас» тоже является дизайнером, причем достаточно известным. Он представляет две-таки крупнейшие фирмы, как «Кольцваген» и «Брадо». И, естественно, в данном случае произойти в его постройки что-то, чтобы было радикально расходилось с его мнением, не могло. Поэтому, условно, будем считать, что это полностью все сделало «Колхас». Для того, чтобы оценить весь, так скажем, новаторский потенциал этого здания, нам придется сделать небольшой экскурс в историю. Без претензии на то, что я вам за 15-20 минут расскажу в двух словах историю архитектуры, нет. Я такой задачи перед собой даже и не ставлю. Но мне бы хотелось акцентировать определенные моменты в истории архитектуры, в истории человеческой культуры, в принципе, которые так или иначе отразятся в данном проекте и будут «Колхасом» радикальнейшим образом переосмыслены. Итак, начнем. А на самых-самых давних времен постройки человека всегда стремились к каким-то простым и чаще всего симметричным формам. Это могла быть сфера, сферические формы, это мог быть куб или пирамида. Юнгианские аналитики XX века, да и ныне живущие, активнейшим образом обращали внимание на то, что во многих странах мира как архитектурные объекты, так и священная сакральная живопись имеет симметричную структуру и всегда представляет форму, чаще всего это либо круг, либо квадрат. Ну, и сам Юнг, и его последователи делали из этого достаточно радикальные выводы о том, что, в общем-то, речь идет не о желании воплотить подобную форму, а о том, что эта форма является неким графическим выражением самой структуры человеческой психики. Ну, четверичность, квадратнер по Юнгу, это идеальное выражение стабильности, психической гармонии и так далее. А круг, это, соответственно, в юнгианской аналитической школе трактуется как символ мандалы, который они понимают не в смысле восточной традиции. Для юнгианства мандала является символом того, что там называется словом самость. Самость это некая высшая трансцендентная форма я, более, так скажем, значимая, более совершенная, выходящая за пределы самая себя. Поэтому слово самость употребляется. Вот, и в данном случае мы не будем дискутировать на тему, насколько они правы или нет, но, так скажем, так или иначе, действительно в самых разных культурах можно встретить огромное внимание к простейшим формам, которые выполнялись достаточно тщательно, детально прорабатываясь. Так что, очевидно, это обладало большим значением для тех, кто это строил. В следующие века, века уже новой эры, века христианской культуры, также формы оставались по-моему, архетипическими моделями, неизменяемыми моделями. Вы знаете огромное количество христианских харамов, но в большинстве из них, при всем их разнообразии, лежит модель христианской базилики, то есть в основе которой лежит крест. То есть тоже простейшая структура, простейшая форма, которая внешне может самым различным образом оформляться. Да, это может быть и греческий крест, но это может сверху каким-то образом вуалироваться, но в основе всегда лежит одна и та же структура, по крайней мере, чаще всего. В эпоху Ренессанса, ключевая, наверное, фигура для эстетики Ренессанса, одна из ключевых фигур, это Леон Батист Альберти, по совместительству архитектов, вообще утверждает совершенно уникальную вещь о том, что, в общем-то, отличить, насколько произведение искусства прекрасно, лишь по его форме, вообще невозможно. То есть на самом деле произведение искусства является прекрасным по его пропорциям. Насколько совершенно выстроены пропорции, вне зависимости от того, например, здание само по себе мы можем видеть только с какой-то одной стороны, ну или с угла. Мы не можем его видеть сразу со всех сторон. Однако именно выстроенность всех граней постройки, то есть его идеальная пропорциональность, и будет являться, так скажем, критерием для его оценивания. И, естественно, симметрия здесь играла не последнюю роль. То есть, получается, творец, автор, в данном случае зодчий, приравнивается к творцу, так как, несмотря на то, что мы не видим весь мир сразу же, мир, тем не менее, совершенен, ибо он создан Богом с выверенностью каждой детали. Именно поэтому он существует. Естественно, Ренессанс еще не отрицает полностью божество. Там идет то, что называется эпифания, когда художник приравнивается к божеству, обожествляется постепенно. То есть это еще не было просвещения. В эпоху уже Ренессанса вот это стремление к симметрии, особенно на ее исходе, доходит до пиковых значений. И, наверное, самая здесь важная фигура, возможно, даже самая важная постройка, это вилла Ратунда Палладио. Ну, она хотя бы важна тем, что ее копировали просто в неимоверных количествах. Фактически это является эталонным образцом такого, ну, относительно небольшого дворца или дома. Если для дома, то это достаточно крупная постройка, как оказалось. Его имя, а точнее фамилия Палладио, породило целое направление как-то гладианство. И несмотря на то, что он живет в эпоху Чинквичента, это здание, построенное в 1566 году, тем не менее, в каком-то смысле его можно уже даже отнести к классицизму. Не к классицизму даже, как направлению, а к классическому типу мышления. Вы видите, план, она совершенно выберена до самых мелочей. С какой бы стороны вы к ней не подошли, вы будете видеть все время одно и то же. Она остается неизменной, абсолютно с любого ракурса. Здесь выберено все до самых-самых мелких деталей. Конечно, она производит сильное впечатление не только в плане, но и на фотографии. Любопытно, но последовавшая за ренессансом эпоха барокко, которая вроде отдает предпочтение изогнутым формам, большому количеству лепнина и так далее, на самом деле, тоже очень часто обращается все к тем же самым строго выверенным формам. Ну вот, пожалуйста, Бленхаминский дворец. Это начало 18-го столетия. Но вы по этой гравюре отлично видите, что, в общем-то, здание симметричное. Что происходит в эпоху Просвещения? В эпоху Просвещения, естественно, когда разум утверждается уже над природой, формы становятся наиболее абстрактными и наиболее приближенными к ихоталонному образцу. Естественно, самая совершенная форма – это сфера. То есть даже у Палладио речь не шла о сфере. Речь шла лишь о том, что постройка со всех своих фасадов выглядит абсолютно идентично. Хотя и не только. Там много интересных находок в области Просвещения. Но если вы обратитесь к такому мастеру бумажной архитектуры, как Этьен Моэбулле, возможно, крупнейшая фигура в эпоху классицизма, но, сами понимаете, что такие постройки не строились. Это именно бумажная архитектура. Он оказал колоссальное влияние на 20 век. Но, естественно, такое… Я даже не уверен, что это, в принципе, технически было бы возможно построить. Кенотаф Ньютона – это конец XVIII века. Он мыслился 150 метров высоты. Совершенно грандиозная сфера. Кенотаф – это могила без гроба. Символическая могила. Конечно, здесь мы видим уже совершенно иную концепцию. Если в случае с Ренессансом Творец уподоблялся Творцу Вселенной, то здесь речь идет о том, что человеку предстоит за Творца доделывать его работу. Естественно, природа несовершенна. Совершенный разум, который должен все это довести до некой пиковой точки. Отсылка к Ньютону тоже не случайна. Не менее интересны являются проекты Клода Николя «Леду». Вы видите внизу тоже сферу. А вверху – это проект идеального города. Города, который полностью подчинен рациональным законам. Полностью выстроен безупречно. Тоже такая идея подчинить некой абстрактной форме все пространство и природное, и в данном случае культурное, человеческое. В отличие от Булле, «Леду» все-таки строится. Вот, например, один из его построенных проектов. Здесь это полукруг. Тоже идеально выверено все с точки зрения симметрии. И очень интересно решение колонны. Это головное здание в Соливагне. Видите, колонны имеют сразу два сечения. Круглое и кубическое. Понятно. Они чередуются. Очень эффектно это выглядит. Это как раз пример одной из немногих воплощенных в камни проектов «Леду». На самом деле их было больше, их очень хорошо порушили. Так что сейчас, в общем-то, их осталось немного. Что же касательно Булле, то, в общем-то, он, прежде всего, бумажный выбор. То есть, это теоретик, идеолог. Вот еще один покажу, пожалуйста, проект «Леду». Идеальная манифестация господства человеческого разума над природой. Даже водопад, даже река, ее русло должны быть подчинены строго продуманным, строго выверенным формам. И в данном случае, конечно, эта архитектура идеально воплощала концепцию эпохи просвещения. И, как бы это, может, не показалось странным, хотя на самом деле это вполне закономерно, естественно, такие проекты и такая идеология получат, прежде всего, развитие в 20 веке, а конкретно в модернизме, в архитектуре модернизма. В том числе, естественно, в Советском Союзе. У нас это называлось конструктивизм. Ну, такое направление, когда четкие формы, никакого украшательства. Конечно, конструктивизм часто предлагают уже резко асимметричные решения. Но это классика, да, это гаражный вид никого. И, тем не менее, связь здесь абсолютно очевидна и закономерна. Дело в том, что не только в Советском Союзе активно цитировали классиков эпохи просвещения, и не только потому, что те критиковали тызм. Но и потому, что основой основ, в общем-то, советского мировоззрения был диктат человеческой воли и разума над природой. То есть человек не должен приспосабливаться, да, человек должен так выстроить свое окружение, чтобы, наоборот, его адаптировать, приспособить для своих нужд. Ну, достаточно вспомнить всю эту распашку целины. И другие не менее дерзкие проекты. И вы не так давно, вот несколько минут назад, видели бумажную архитектуру классицизма, а теперь я вам покажу бумажную архитектуру начала советской эпохи. Абсолютный классик. Иван Леонидов. Ну, в данном случае вы видите план института Ленина на Ленинских горах. Это конец 20-х годов. Леонидов. Было даже такое очень нехорошее понятие в советскую эпоху. Леонидовщина. То есть понятно, что это не поощрялось. Хотя, на мой взгляд, это эталонное выражение тех же самых концепций, которые были изначально заявлены, так скажем, идеологами советского государства. А, сфера, все та же самая, о которой грезили пулей и леду, здесь также присутствует. И самое удивительное, что если в Советском Союзе это не было воплощено, то вот в Соединенных Штатах, которые, казалось бы, должны быть дальше от Советского Союза, чем что бы то ни было, это воплощено было. Но не совсем так. Это все-таки не копийное производение. Это Трилон и Перисперта Уоллса Харрисона. Это проект был осуществлен для Всемирной выставки 1939 года, которая происходила в Нью-Йорке. Если здесь вы видите визуализацию, то есть это рисунок, то вот вам, пожалуйста, фотографию. Но целиком это было бы слишком мелко, я взял тот фрагмент, где видно соединение этой гигантской сферы, да, с этой строкой. То есть это реально было построено. Причем было построено не где-нибудь в Нью-Йорке. Но самое здесь удивительное то, что Харрисон ездил в СССР. Если это конец двадцатых, то это конец тридцатых. Меня можно поймать на паранойю, что я везде вижу советскую архитектуру, но, в общем-то, мне кажется, что это совсем без натяжки, понимаете? Человек здесь был, общался со всеми. И, в общем-то, не убедить основной, один из основных проектов Леонидова ему не показать не могли. Потому что у нас все архитекторы убредили Леонидова. Человек, которого считали гением, но, естественно, считали так, полуподпоренным. Официально это заявляет в Голубеце. Официально был термином. Да, Леонидович? Потому что это нечто абсолютно далёго от советской реальности. И, возможно, иронизируя над тем, что, в общем-то, история архитектуры шла, и за всю свою историю архитектура накопила не столь много форм, по большому счёту, очень ограниченное количество, в 2008-2009 году для выставки в Сеуле Олхас создаёт совершенно уникальное построение. Это трансформер. Ну, вы видите сейчас макет, естественно. Это макет трансформера павильона Парада, который состоит из четырёх граней. В одном случае это одна грань – круг, другая грань – это у нас крест, потом прямоугольник и шестигранник. То есть у него четыре грани, как будто бы четыре архетипические формы, мы с вами уже фактически все их посмотрели, и вся прелесть этой постройки, вот так она выглядит, что её днищем может стать любая из граней. Её можно краном поднять и переставить. Таким образом, она может как бы перебирать любую из этих граней. Так же, как мы смотрели, вот сейчас с вами, кто-то сферу предлагал, кто на её смесь-то приходит, крест и так далее. Олхас предлагает их собрать все воедино, и самое здесь значимое, то, что он даёт только саму форму. Она никак не украшается. И получается, мы видим абстрактную постройку, внутри которой может происходить всё, что угодно. Там может быть проводиться научная конференция, там может, там не знаю, какая-то рекламная акция проходить, там не знаю, продуктового магазина, если речь идёт о правде, там показ мод, да? И там может быть показан фильм, допустим. Кстати, о показе мод и о фильме это уже имело место. Но она не привязана ни к чему. Там можно, не знаю, передвижную библиотеку устроить и так далее. Можно купить абсолютно всё, что угодно. То есть форма никак не связана с тем, что будет размещаться в постройке. И параллельно с вот этой идеей, которую, я уже не знаю, Олхас пытался высмеять с той малое количество форм истории, архитектуры, или он пытается каким-то образом показать, как их можно использовать совершенно в новом качестве. Может и то, и другое. В общем-то, для него это свойственно. Очень любит иронизировать над тем, что шоппинг остался единственной, последней деятельностью человека. И тем не менее, может устроить выставку для парада, имитируя склад, а может оформить это настолько блистательно, настолько ярко, что достаточно сложно удержаться, чтобы там что-нибудь не приобрести. Ну, так что здесь, я думаю, иронии, самоиронии однопримерно не имеют не из того. Но параллельно с такими абстрактными формами, которые никак не связаны с тем, что будет происходить в постройке, в истории архитектуры были совершенно другими формами. Ну, например, опять вернемся к лиду. Он не только предлагал там сферу построить, он предлагал, например, для реализации проекта публичного дома сделать вот такую форму. То есть фаурас. В данном случае, сама форма здания непосредственно отсылает к содержанию, предназначению постройки. В 20 веке, точнее, в середине 20 века, он еще ныне живущий, но просто книга написана давно. Роберт Вентури, о котором, надеюсь, целую лекцию я ему отведу, все-таки это один из основателей постпатернизма, очень крупной фигурной статики. И тоже архитектор. Так уж сложилось. Так вот, в одной из своих ключевых книг он предложил разделить архитектурные постройки на два типа. Один он условно вызывает утка, а другой декорированный сарай. Это очень важные эстетические категории. В общем-то, сейчас вы можете встретить в любой литературе, даже в журналистской литературе. Поэтому, в общем-то, неплохо значит, чем одно от другого отличается. Под уткой как раз подразумевается, в данном случае приводился в пример просто здание, выполненное в форме утки, где, в общем-то, готовят утку. Сама форма здания говорит нам о том, что будет внутри. Второй случай, декорированный сарай, это как раз то, что мы с вами до этого смотрели. Когда форма никаким образом не отсылает к тому, что внутри происходит. Форма может быть какой угодно, а внутри может происходить, опять же, все что угодно. Оно между собой никак не корреспондирует. Но покажу, допустим, что такое здание утка. Ну, самый, наверное, грандиозный, самый блистательный пример, это аэра Сарина, его аэропорт в Нью-Йорке, выполненный в форме стилизованной птицы. Несмотря на то, что, на мой взгляд, это абсолютный шедевр, тем не менее, некоторые архитекторы, в том числе учитель Колхаса Питер Айзенман, активно критиковали и продолжают критиковать эту постройку, когда говорят, что, в общем-то, это, ну, бескосмо. Что самолет и птица. Ну, как бы, форма слишком завязана на том, для чего предназначена эта постройка. Хотя, повторюсь, здесь мы не видим птицу. Это все-таки стилизованная птица. А вот недавно построили вот такую дивную постройку в Туркменистане. Ну, если из Твин Пиксы они усвоили то, что совы не те, кем кажутся, то вот там-то это правда непонятно, птица или нет. Намек на птиц. А здесь это так, чтобы каждый понял. Птица. И, в общем-то, разница между этой постройкой и вот этой, то, что это стоит 62-го года, ей ничего. А вот это уже стало проседать. На. Старой литорки. Другой пример здания утки достаточно известный. Это же железнодорожный вокзал города Новосибирска. Новосибирск главный. Там много вокзалов. Он, естественно, железнодорожный вокзал выполнен в форме по образу. Вот вам здание утка. То есть, по его форме мы можем догадаться, зачем оно построено, какую она функцию выполняет. И вот, что любопытно. Вот эти постройки и христианская базилика, и фаулос, публичный дом у лиду, на самом деле относятся к зданиям типа утка. Сколько бы насчет базилики не убеждал нас в Энтуре, что это декорированный сарай, я в это не верю. Понимаете, в основе христианской базилики лежит крест. Крест отсылает к совершенно определенной конфессии. Поэтому в данном случае я абсолютно не согласен с Вентурей. Вентурей считает, что базилика это декорированный сарай. Что внешне не отличаются, а по сути это просто некая абстрактная постройка. Я считаю, что вот эта абстрактная постройка в форме креста, она завязана на символике креста. И поэтому естественно она никаким образом декорированным сараем не является. является зданием уткой по любой терминологии, естественно. Потому что если мы будем сверху смотреть, да если мы зайдем в любую церковь, мы сразу же поймем, что там крест более того с совершенно конкретным символизмом. то есть алтарная зона находится вверху креста этого. То есть там, где голова находится, там, где рай, вверх. Естественно, она обычно повернута на восток. Но это уже тонкость, туда не полезно. Смысл в том, что все это здания, которые корреспондировали между их формой, устанавливалась корреспонденция, и их предназначением. С этим разобрались. Теперь разберемся еще с несколькими, так скажем, прямо противоположными тенденциями в архитектуре. Ну, все эти архитектурные постройки, как вы поняли, они по большому счету противопоставлялись природе. Они в нее не вписывались, хотя бы по той простой причине, что таких форм в природе, в общем-то, не встретили. По крайней мере, четко загеометризованы, или отсылающих непосредственно к определенным творениям рук человеком. В 20 веке неожиданно появляется совсем другого типа архитектура. Архитектура, полностью вписанная в окружающий природный контекст, и ее родоначальником является Франк Лойт Рай. Это резиденция Кауфмана. Я почти убежден, что каждый из вас видел это на фотографиях. это одна из наиболее важных построек в Соединенных Штатах. Многие утверждают, что это вообще самое совершенное здание в истории архитектуры. Естественно, на эту роль будет большое количество построек, но в том числе и эта постройка Рай. Видите, включенность в контекст там безупречна. Я когда-то анализировал в этом институте эту постройку, поэтому сейчас не буду на этом останавливаться, все не станет. Однако другие архитекторы 20-го столетия часто идут не просто по пути обособления своей постройки относительно окружающего контекста, а вступают в диалог с контекстом по принципу спора. То есть, когда здание нарочито противопоставляется окружающему контексту, естественно, в данном случае уже не игнорируя его, когда здание рассчитывается само по себе, а именно вступая в диалог противополирования собеседника. Ну, классический пример это творчество Липескинда, одного из крупнейших деконструктивистов. Но вот обратите внимание на фасад Королевского музея Антария. Вы видите, как в старое здание, новое здание музея просто вырывается в прямом смысле слова, и формы, предложенные Липескиндом, тоже чаще всего достаточно нарочито обрессивны. С другой стороны, абсолютно все эти формы, даже то, что использовал Фрэнк Луит Рай, мало похожи на то, что действительно мы можем встретить в природе. То есть в природе таких очень очерченных и четких форм достаточно мало. Допустим, если мы обратимся, что там человек может постоянно видеть? Русло реки, чаще всего поселения возле рек, строились. Нету такого русла реки, чтобы оно углами шло, или чтобы представляло из себя абсолютно идеально ровный канал. То есть река петляет, петляет, река прорывает, прорезает в поверхности гибкие, очень пластичные построения, и в середине своего пути учитель Рема Колхаса Питер Айзельман утверждает новое направление в архитектуре, он его называет нелинейная архитектура, которая основывается уже не на рационализме, по крайней мере не только на рационализме, а и включает бессознательное как составляющую нас. Айзельман это серьезный ученый, и в общем-то когда он говорит о бессознательном, в данном случае это звучит неплошно. Очень часто когда художники об этом говорят это очень пошло, ибо они в этом ничего не понимают. Когда об этом говорит Айзельман, одна из крупнейших вообще фигур в области теории современного искусства, то это позволить. И вот что он предлагает в качестве альтернативы жестким постройкам, это сейчас строится проект уникальный в Галисии, это огромный город, ну по крайней мере для культурного центра это огромное пространство, который основан на переосмыслении раковин двустворчатых моллюсок. Они в основе лежат, структуры. Или если мы обратимся к творчеству наоборот уже учениц Ремаколхаса Азахи Хадид, то вы тоже обнаружите очень гибкие, пластичные формы, текучие формы. Это как раз пример того, как можно удачно решить эластичный такой проект, совершенно уникальное здание, на мой взгляд. Но вот в чем незадача. Знаете, можно противопоставлять модернизм с его жесткими, четкими формами и нелинейную архитектуру современных архитекторов, но мне кажется, что на самом деле нелинейная архитектура во многом является продолжением того же самого модернизма, той же самой идеи господства человеческого разума над природой. Обратите внимание, это ведь как нужно было подчинить своей воле материал, чтобы камень, бетон казался пластичным, как ткань. Ведь это же все та же самая идея модернизма. Подчинение своей воле природного естества. Это то, что абсолютно немыслимо и тем не менее это реализуется. Это может быть воплощено. А теперь еще дам несколько параллелей, противоположенностей, для того, чтобы вас подготовить к колхозовской постройке. есть не только жесткие формы, формы противопоставляющиеся контексту природному или даже иногда контексту историческому, но и формы абсолютно эластичные, которые пытаются по крайней мере на уровне речей их создателей имитировать формы природные. Есть еще несколько противоположностей. Например, в 20 веке очень важную роль начинает играть транспарантность. Я думаю, что мы следующую лекцию посвятим именно изнанке транспарантности. Дело в том, что я думаю, что вам, как журналистам, это вообще одна из важнейших тем, которую сейчас только можно поднять, и я такие ее подниму. И в русле этой тенденции на прозрачность, на открытость создаются, например, такие постройки. как стеклянный дом Джонсона, постройка, полностью открытая окружающим пространством. Она выполнена из стекла, при том, что это загородный дом, это неповедливо. И такая постройка не единична. Есть же постройки, которые напротив полностью закрываются, замыкаются внутри себя, отторгая как будто бы внешний контекст, отторгая окружение. Ну, вот, например, здание, которого мы не видим, ни одного выходящего на улицу окна. сейчас достаточно модно стали, особенно в таких странах типа Японии, гостиницы, гостиничные номера, где нет окна. Уж не знаю, насколько это именно из экономии средств, или именно действительно, потому что там и нечего смотреть, и слишком шумно. Но если там действительно нечего смотреть, и слишком шумно, то лучше, чтобы вы не были. С другой стороны, есть еще одна пара противоположностей. Я думаю, что мы сегодняшнюю лекцию, просто ее не хочу сокращать, мы ее просто перенесем. Тем более, что видеозапись я в этот раз все равно не смогу завтра выложить, а завтра выезжаю на неделю. Я как раз перенесем с циклом лекции Ближнего Новгорода. Так что сегодня я вам просто предусловие скажу. Да, в следующий раз закончим по полку, и пойдем к транспарантности. Следующая пара противоположностей это с одной стороны отсылка к историческим цитатам, но вот может быть не самая грандиозная с точки зрения шедевров архитектуры постройка, но одна из наиболее грандиозных смысле размеров. Здесь одна из крупнейших сцен в Европе, в Евразии точнее, ибо это все-таки Новосибирск. Новосибирский оперный театр, который точно воспроизводит форму христианской базилики. Ну уж, коль скоро я сегодня говорил о Вентуле, то естественно и все творчество Вентуле, и в общем-то его последователи, постмодернисты в архитектуре, естественно, играют с цитатами. У Вентуле, я не стал кстати показывать Вентуле, я показал на Новосибирскую оперу, потому что у Вентуле, я боюсь, что вы эти цитаты увидите. У него, несмотря на то, что он позиционировал свои постройки как открытые публики, как очень понятные, что модернизм скучен, постмодернизм удовлетворяет любые вкусы, а на самом деле, он настолько изысканный интеллектуал, что, в общем-то, понять все эти микроцитаты может только человек с образования минимум как у него. Обывателю, в общем-то, зачастую кажется, что это мало чем отличается от архитектуры тех же модернистов. Хотя, конечно, там цитат всегда огромное количество, и зачастую просто некоторые настолько иронично переосмысленные модели архитектурные, что даже улыбку вызывают определенные проекты. но, в общем-то, естественно, вся эта братья постпадернистская в этот же блок идет. То есть, блок основанный на отсылках к определенным историческим моделям. с другой же стороны, у нас возникают постройки футуристического толка, которые совершенно не считаются ни с какими предшествующими историческими моделями, а пытаются создать свои. Ну, одна из самых известных в 20 веке это Роджерса постройка, она в Лондоне находится, это соответственно у нас штаб-квартира компании Лоли, архитектор Ричард Роджерс, это 86-й год. Ну, вы видите, совершенно уникальный футуристический вид у этого дома, это одно из первых и самых известных произведений стиля хай-тек, вся начинка вышла наружу, то, что раньше скрывалось, теперь выбрасывается на всеобщее обозрение, зато внутри-то наоборот комфортность там нет ничего, что мешало размещению всех этих офисов, потому что все, что связано с коммуникациями в этом доме просто вышло на его внешнюю сторону, размещено на его фасадах. Здесь, как вы видите, абсолютно никаких отсылок к каким-то историческим моделям мы не имеем. Ну, в общем-то, отсылки к историческим моделям мы не имели уже и в архитектуре модернизма. То есть, я не пытаюсь сказать, что Роджерс был первым в этом смысле. Это, скорее, две прямо противоположенные тенденции. Дагилот, зачем я вам все это рассказываю? Понятно, повторюсь, что это не имеет никакого отношения к истории архитектуры. Это отдельные выхваченные пары противоположностей. А выхватывал я их не случайно. У меня теперь будет такой вопрос, вопрос этот риторический, на который мы сегодня не ответим, а ответим в следующий раз. Возможно, все эти тенденции объединить в одном единственном здании. то есть кажется, что это невозможно. Почему? Потому что если сами они, во-первых, между собой никак не связаны, то есть это именно пара противоположностей, на которых на одном конце мы имеем плюс, на другом минус. Всегда одно исключает другое. То есть здание либо является как повод трюдка, либо декорированный сарай. То есть здание, опять же, либо имеет отсылки исторические, либо их вовсе не имеет дорочитый игнорируемый. Здание может быть открыто, прозрачно, здание может быть абсолютно закрыто. А вот теперь встает вопрос, а можно все-таки каким-то образом объединить все это и более того, объединить-то можно все что угодно, но получим эклектичный когломерат. То есть то, что не будет соединяться. Вот этот кусок будет такой, этот, такой, этот. Колхас уже в его проекте «Дом музыки в Порту» это удалось. Именно благодаря тому, что я вам продемонстрировал, совершенно оппозитные вещи, вещи, которые зачастую возникали в разные исторические периоды, вещи, которые между собой, казалось, никаким образом пересечься не могут или, напротив, являются взаимоисключающими, Колхасу удается объединить, стянуть в одну единственную постройку, и при этом эта постройка является не то, что конгломератом, она абсолютно монолитна, и более того, она имеет настолько закоминающийся облик, что с точки зрения терминологии Айзермана является иконической. Иконическая постройка тогда, которая идеально репрезентирует себя с точки зрения своего внешнего вида. вот это здание, на самом деле здание это со всех сторон абсолютно разное, поэтому, в общем-то, мы это еще с вами посмотрим в следующий раз, но смысл в том, что, на самом деле, с какой бы стороны вы на него не посмотрели, оно будет полностью меняться, но вы гарантированно знаете, что это оно. Более того, даже если оставить только силуэт этого здания, вы все равно гарантированно узнаете, что это оно. Оно настолько революционно, оно настолько радикально по-новому заставляет подойти к форме как таковой, то есть, все, что мы с вами до этого посмотрели, оно было основано на позиции или-или. Классический киркегоровский выбор, либо одно, либо другое. Вентури уже в своей книге уроке Лас-Вегаса говорит, что я не хочу выбирать между черным и белым, мне нужно черное и белое, еще и серое, посередине. Но, если мы обратимся к постройкам Вентури, то есть, на самом-то деле, так скажем, в теории он оказался более прав, чем смог воплотить это на самом деле в своем правчестве. Несмотря на то, что Колхас активно критикует постмодернистскую эстетику, не в том смысле, что он считает, что на ее место должно что-то иное встать, а в том смысле, что она теперь является своего рода расхожим штампом, и, как считает Колхас, в общем-то, никогда архитектура из нее больше не выйдет. То есть, это то пространство, тот дискурс, в котором архитектура поселилась на реке Ветчинга. Но, Колхас удается на самом деле вытянуть из этого постмодернизма совершенно иной подход. То есть, постмодернизм в типе Вентури все-таки стоял на выборе или-или. Он его брал и вступал с ним в диалог. Он говорит, а мне не нужно это и это, мне нужно и то и другое. Колхас не ставит так вопрос. Он ставит вопрос а как это может работать? Ведь, если мы возьмем и то и другое, как в случае с Вентури, это не значит, что и то и другое будет работать. Значит, мы получим просто и то, и другое. Но, и то и другое может друг друга парализовывать. И они будут просто друг другу, грубо говоря, и эстетически, и функционально мешать. В то время, как здесь ставят совершенно иной вопрос. Может это работать или не может? И если оно может, все равно из какой кучи оно взято. Оно включается как единый механизм, который начинает функционировать. И как это будет происходить, мы посмотрим с вами в следующий раз, потому что, повторюсь, это урок не просто архитектуры. Это урок, который вы можете этот же опыт проделать в любой профессии, чем бы вы ни занимались. это, возможно, самый революционный ход, который за последние годы в искусстве вообще в принципе делался, а может быть даже за последние пару столетий. Потому что отрицание формы, утверждение новой формы и так далее, все с вопрос бьется о форме. Функционализм, как бы он ни назывался, что это вроде как связано с функционированием, ничего общего. Речь шла об ясных, абстрактных формах. На самом деле, все той же просвещенческой идеологии утверждения человеческого разума. Здесь речь идет о том, как не просто заставить все это работать, но чтобы постройка заставляла по-другому работать. И есть контекст, в который она помещалась. Здесь идет вопрос, открытый она контекст, или закрывается от него. Это лентик, который должен заставить все функционировать по-другому. И сам должен работать. Если он не работает, плохая построить. А форма это, в общем-то, лишь один из способов, одна из техник архитектора, чтобы заставить функционировать это пространство. Вот и все. Ну, в общем-то, сегодня я уложился только с предисловием, только с первой половины лекции. Значит, в следующий раз мы, собственно, посмотрим это выдающееся здание, тогда через раз речь пойдет о транспарантности. Я думаю, повторюсь, что для вас это будет, возможно, наиболее полезно. Просто тема очень важная, тема такая, которую, в общем-то, нужно поднимать во всех отраслях. Я, естественно, покажу ее на примере архитектуры, хотя и не только. Есть какие-нибудь вопросы? Окей, тогда до следующего раза. Спасибо.